МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он владелец сети автосервисов. В 19 лет обнаружил в себе предпринимательскую жилку, с другом оформил ИП, но, как часто бывает в бизнесе, продолжает дело один. В настоящее время наш автосервис имеет филиалы в городе Владивостоке, в Комсомольске, в Благовещенске. Мы занимаемся этим ремонтом. Филиал открыт уже более двух лет. В десятке лучших предпринимателей города директор завода полимер-композитных конструкций Роман Гарбузов. Предприятия по изготовлению пожарных резервуаров, емкости для сточных вод и очистных сооружений в Хабаровске работают около двух лет. Ближайшие конкуренты – Новосибирск и Уссуриск. На Дальнем Востоке это, можно сказать, уникальное производство, то есть единственное в Хабаровском крае. На данный момент происходит процесс намотки стеклопластикового изделия диаметром 1500 метров. Это будущая ливневая канализация. 96 нитей стекловолокна переплетаются в единое полотно. В изделиях из этого материала можно хранить не только горючие вещества, но и серную кислоту. Свою продукцию завод отправлял на космодром Восточный. В этом году заказы поступают уже со всех регионов России. Сегодня только в Хабаровске зарегистрировано 36 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Каждый третий горожанин занят в этом секторе экономики. В условиях кризиса финансовую помощь в виде субсидий, консультаций и юридической помощи оказывают городской и краевой бюджеты. Анна, поздравляю вас с наградой от Минэкономразвития. Вас сегодня наградили как руководителя агентства по содействию и поддержке малого и среднего предпринимательства. Какие программы существуют по поддержке малого бизнеса? Существует целый ряд программ. Они достаточно четко структурированы, универсальны в любом субъекте. Есть программа федеральной поддержки, региональный, муниципальный уровень. Мы работаем с разными уровнями программ. Можно поподробнее? Может быть появились в этом году какие-то новые? Все-таки времена нелегкие. Чтобы очертить круг вообще, с чем мы работаем, мы не работаем только с кредитованием бизнеса и гарантийным. Фонд тоже не мы. Все остальные виды поддержки – это к нам. Что это? И уже годами сложилось. В первую очередь, гранта начинающим предпринимателям. Очень популярное направление. С 10-го года работает в Хабаровском крае. За 300 тысяч рублей может получить начинающий предприниматель, пройдя процедуру конкурса. Данный конкурс уже закончен? Он только начался. Он только начался. И мы до 7 июля будем принимать документы. Так что предприниматели могут приходить, и мы их проконсультируем. Они смогут подать документы. Но процедура сама, она нелегкая. Это молодой предприниматель? Начинающий не значит молодой на уровне края. Начинающий – это тот, кто ведет бизнес до года. Абсолютно верно сказали. Есть специальная программа для молодых. Это на уровне города. Есть специальная программа для молодых предпринимателей. У нас ограничения только по сроку существования самого предприятия. На год на эту программу из Федерации и из края выделяется 10 миллионов рублей. То есть если 10 миллионов поделить на 300 примерно, это 33 проекта, ежегодно поддерживается в крае. И эта сумма не уменьшается с годами. Второе направление очень популярное и большое по объему. В этом году 17 миллионов рублей. Чуть-чуть больше, чем в прошлом. Это лизинг оборудования. Есть специальная программа по субсидированию части платежей лизинговых для тех предпринимателей, кто обновляет основные фонды или покупает специальную технику. Эта программа очень полезная и очень популярная. Тоже объявлен конкурс. Люди стоят в очереди и очень любят. Жалко, что объемов не так много на всех желающих. Есть и другие программы. Есть программы субсидирования части затрат в связи с присоединением к электросетям. Это достаточно сложные и объемные по финансированию для малого бизнеса проекты бывают. Очень популярна программа поддержки тех, кто участвует в выставках и ярмарках. Они тоже могут получить частично деньги назад за счет того, что арендовали место, взносы вносили. Частично эти деньги они могут тоже получить на конкурсной основе. Но это такие финансовые направления. Есть и другие. Но финансовые меня интересуют. Вернемся к субсидированию, к подключению к инженерным коммуникациям. Какой процент субсидируется? К электросетям 50%, но не больше, чем миллион. На этот год всего миллион выделим. Всего. В прошлом году у нас один проект всего получил поддержку. Было больше денег, наверное, больше бы люди обращались. Еще вернусь к начинающим предпринимателям. С какими видами работ и услуг они приходят к вам? С самыми разнообразными. Что вас удивило? В прошлом году, ну в этом году только конкурс начался. Посмотрим, что нас удивит. Через два месяца примерно. В прошлом году очень интересный был проект. Тот, кто на Сержево живет и знает здание старой типографии, там есть бассейн для маленьких детей, специальные методики детского плавания. Вот этот проект мы поддерживали. Они получили большой грант, потому что там было три заявителя. Это был такой интересный проект. Немного производства. Вот вы спрашиваете, что удивляет. Удивляет, что вот в таких непростые времена, и только этот год кризисный, тенденция сложилась в 2014 году. Тем не менее предприниматели в производственные сферы приходят. Это и небольшие производства, сетка, и трубы. То есть производственники есть. И это удивительно. То, что те, кто занят в сфере услуг, обслуживания, их всегда много. Но это излюбленный сектор для малого и среднего бизнеса. Это да. Но стоит еще помнить, что программа и на то и есть программа, что она приоритетные отрасли развития Хабаровского края поддерживает. То есть теоретически заявиться там может каждый. Но понятно, что краевая поддержка федеральная будет направлена тому, чья деятельность улучшает. А какие тогда в приоритете? В приоритете, конечно, производство. В приоритете сельское хозяйство, бытовые услуги населению. И, конечно, имеет значение, где предприниматель занимается своим бизнесом. Одно дело Хабаровск, другое дело, скажем, Чигдамын или Ульческий район. Сегодня награждали предпринимателей Ульческого района. Вообще занятие бизнесом подвиг. Естественно, очень многим программам именно то место, где предприниматели реализуют проект, имеет значительный такой вес в общих баллах. Если мы сегодня сделаем такой аналитическо-экономический портрет малого предпринимательства, то это? Ну, этот портрет тоже заготовлен из статистики, которая имеется. Конечно, в основном малый бизнес – это торговля, строительство. В производстве их меньше предпринимателей, малых, средних. Но интересный, наверное, штрих к портрету будет то, что в малом предпринимательстве много молодых людей до 35 лет. Очень много. И к нам люди обращаются, процентов 30-40 – это молодые предприниматели, действительно молодые, начинающие. Высокий, наверное, такой удельный вес женщин. Это тоже характерная черта малого предпринимательства. И самый рискованный, на ваш взгляд, сегодня вот что? Конечно, производственный бизнес – он самый рисковый. Тот бизнес, который связан с большими материальными затратами, с приобретением оборудования, линий, большими объемами закупа сырья. Конечно, он рискован. Потому что, во-первых, это не так быстро окупается, скажем, в торговле, да, операции. Во-вторых, людям приходится чаще всего занимать кредитные средства, да, чужие деньги отдавать с процентами, и по графику, иначе фанкции могут быть включены. Конечно, производственный бизнес самый рисковый. Вы не скрываете, что все потребности удовлетворить по части поддержки невозможно? Невозможно. Конечно, заявителей гораздо больше, чем тот объем помощи, который мы можем оказать. Каким образом строится очередность на следующий год? На следующий год она не строится. Вообще, вся процедура работы в конкурсе, эта процедура вот в этом конкретном году происходит. Да, есть заявки, они проходят достаточно жесткий отбор. И вот я сказала, например, 10 миллионов на то, чтобы начинающим предпринимателям раздать. Если проекта будет на сумму больше, чем 10 миллионов, и они все пройдут все свои конкурсные этапы, то значит, каждому просто будет меньше выданных денег. То есть, не 33, а 50 заявок, значит, у каждого будет чуть меньше. Но у каждого поучаствует. Анна, спасибо за комментарий. Еще раз поздравляю вас, как руководителя агентства, с наградой. А как предпринимателя, желаю вам нескромной маржи. Индивидуальный предприниматель Анна Ильчук получила в этом году финансовую помощь от города и края в виде гранта. Деньги позволили воплотить ей мечту детства и заняться пошивом обуви. 350 тысяч рублей она вложила в покупку оборудования и материалов. Вообще, у меня дедушка был сапожником. То есть, до 10 лет я вращалась в сапожном деле, мастерстве. Там нитки выщила, помогала ему валенки подшивать. Но он не брал за это деньги. То есть, он брал продуктами, табаком, мясом. И поэтому я не представляла возможным, что это может быть работа, бизнес. Сегодня обувных дел мастер завален заказами на все лето. Оригинальный дизайн, индивидуальная колодка, причем под каждую ножку, и качество привлекают хабаровских модниц. Под каждый мой палец, прям индивидуальный пошив на лицо. 770 предпринимателей в прошлом году в Хабаровском крае получили финансовую поддержку на сумму 750 миллионов рублей. При этом налоговые поступления от их деятельности в бюджеты всех уровней составили 19 миллиардов рублей. Субтитры создавал DimaTorzok